С 2020 года Тверская область перейдет на прямые выплаты по больничным и не только. Что изменится для работодателей и работников, узнала Ирина Синягина на пресс-конференции, которую специально провели в Тверском региональном отделении Фонда социального страхования. До конца текущего года больничные пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком в связи с травмой на производстве, выплачивают по зачетному принципу. Есть работодатель, страхователь, есть работники, застрахованные лица. При возникновении страхового случая, например, болезни, пособие начисляет и выплачивает предприятие. Работнику надо только в бухгалтерию предоставить соответствующие документы, например, принести больничный лист. Но с 2020 года все изменится. Работнику, как и прежде, надо будет обращаться к своему работодателю, скажем, заболел, принес больничный лист, но при этом надо будет оформить заявление, и в нем в том числе как раз указать реквизиты, по которым фонд должен будет осуществлять выплату пособий. Либо лицевые счета в банке, либо почтовым переводом по их месту жительства. Главная суть нововведения. Пособие официально работающим, то есть застрахованным гражданам, теперь будет рассчитывать и выплачивать не бухгалтерия предприятия, а фонд социального страхования. Сразу возникает вопрос, зачем это нужно? Такая система позволит гарантированно получать выплаты, независимо от финансового положения работодателя. Например, если есть задержки по зарплате, поясняет Наталья Павловна. В первую очередь обеспечить стабильное получение пособий застрахованными работающими гражданами, исключить риски неполучения или несвоевременного пособия по месту проблемных работодателей, и исключить вероятности фальсификатов, неправильного назначения пособий, исключить ошибки и обеспечить гарантированность выплаты обязательных социальных пособий по социальному страхованию. Важно! Первые три дня больничного, как и прежде, будет оплачивать работодатели. Только сверх этого лимита пособие будет рассчитывать и выплачивать ФСС. Сроки начисления и выплаты пособия оговорены законом. Десять дней с момента передачи реестра сведений в фонд. Если в расчетах или документах выявят ошибки, то ФСС направляет работодателю извещения с требованием устранить недочеты, на что предприятию дается ровно три дня. Но с нового года справки о рождении ребенка, больничные листы и заявления от работника будут собирать работодатели, а дальше их в электронном виде передавать в фонд. Исключение для малых предприятий, где численность работников менее 25 человек. Они могут предоставлять данные на бумажном носителе. Еще одно важное изменение – детские пособия теперь будут перечисляться исключительно на карту МИР. Работникам необходимо озаботиться тем, чтобы эта карта была у них открыта. Выплаты фонд будет производить в сроки с 1 по 15 число. Для своевременного получения пособия тем гражданам, которые уже сейчас, на сегодняшний момент, находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения полутора лет, также необходимо заполнить заявление с указанием того вида возможного способа получения пособия. Это сделать нужно один раз. Сейчас по системе прямых выплат в России работают 59 регионов. То есть Тверская область – одна из последних – начнет работать в этой новой системе. А завершит весь переход в 2021 году Москва. Субтитры создавал DimaTorzok